Марина Абрамова живет в неотапливаемой квартире с 2014 года. Именно тогда ей срезали батареи, а спустя два года отправили чек. 16 тысяч рублей долга, за тепло которого не было. Вас только деньги волнуют. Этот город заслуживает преступников получше. Платить за несуществующую услугу женщина, разумеется, не стала и пошла по судам. Тогда тепловики решили пойти на крайние меры. Получается, в апреле 2016 года отключили мне горячую воду в связи с этими доначислениями. Хотя отопления у меня не было. У меня двое детей, которые постоянно требуют, чтобы их умывали, стирали и все такое. Ну, это, конечно, тяжело, когда ты живешь в многоквартирном доме, и у тебя нет горячей воды. Это как бы существенно усложняет жизнь. За три года Марина научилась приспосабливаться. Закупила водонагреватели, электробатареи и обошла все возможные инстанции. Успела проиграть суды и получить целую гору отписок от жилищной инспекции. Сдвинуть ситуацию с места смогла лишь прокуратура. Прокуратура в районе внесена представление в адрес руководителя филиала по ТГК-14. И 13 сентября этого года горячее водоснабжение восстановлено, а виновные должностные лица предприятия включены к дисциплинарной ответственности. Что касается приборов отопления, то тут вопрос решили уже на уровне правительства. Совсем недавно представители ТГК-14, общественники и чиновники смогли найти компромисс. До 20 октября коммунальщики пообещали вернуть людям батареи за свой счет, а также сделать перерасчет всем тем, кто обращался с заявлениями до 1 сентября этого года.